В Туве впервые за постсоветский период состоялись официальные торжества в честь Дня гражданской авиации России. В праздничных мероприятиях вместе с работниками аэропорта Кызыл и компанией Тува-Авиа приняли участие глава республики. В своем поздравлении он подчеркнул, что после многих лет борьбы за сохранение местной авиации, впервые может с уверенностью сказать, что эта задача в основном выполнена. Воздушно-транспортный комплекс республики не просто восстановлен, но и начинает активно развиваться. Я что хотел бы сказать. Знаете, вот мы сейчас, когда шли, напомнили о том, что я только с руководителем МОС-авиации, оказывается, больше всех из руководителей исполнительных органов федеральной власти встречался, потому что искренне верю в то, что развитие нашего родного края, республики без доступности невозможно. И в этом отношении то, что воротами Тувы является наш аэропорт, это, наверное, все неизвестно. Но почему-то так получилось, что наш аэропорт, он находился, если вы помните, в банкротном состоянии, доведен был до ручки и уже собирались, что называется, распродать. Не знаю, как так получилось, но мне повезло, на самом деле, что вовремя власти одумались. В общей сложности за год было выполнено 355 рейсов, которыми перевезено 27,8 тысячи пассажиров. Значительным импульсом к развитию регионального авиакомплекса стала реконструкция главного аэродрома Тувы, завершившаяся в 2018 году. В ходе работ была построена фактически новая взлетная посадочная полоса со всем необходимым оборудованием. Она позволяет аэропорту Кызыл принимать воздушные суда любого типа. Власти республики используют расширившиеся возможности аэропорта, чтобы открыть его для полетов на международных направлениях. Сегодня Тува активно развивает собственную авиакомпанию Тува Авиа, которую властями региона удалось спасти от банкротства. С прошлого года предприятия начали комплектовать новыми судами. В частности, приобретен в лизинг вертолет Ми-8 для организации регионального подразделения санитарной авиации. В 2019 году компания планирует приступить к восстановлению самолетов Ан-2, с помощью которых намерена возобновить рейсы на местных авиалиниях, связывающих Кызыл с труднодоступными поселениями.